Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Сарглана Антонова, Заря и режиссёрским пультами Екатерина Голикова и Николай Слепцов. В течение этой недели внимание всех учителей республики приковано самому крупному педагогическому событию года. Это профессиональный конкурс «Учитель года Республики Саха Якутия-2021», организатором которого выступают Институт развития образования и профильное министерство. В столицу республики съехались более 20 победителей муниципальных конкурсов. О том, как развивается эта традиция, какие эксперты приглашены на профессиональный конкурс, а также о том, какие испытания проходят в эти дни учителя республики, мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Это первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации работников образования нашей республики, доктор педагогических наук, советник министра образования республики Галина Ивановна Алексеева. Добрый день. Здравствуйте. И участники конкурса текущего года, его лауреаты. Итак, знакомимся. Учитель математики гимназии номер один города Нерингри имени Каримовой, обладатель нагрудного знака Надежды Якутии Ирина Владимировна Кончарова. Здравствуйте. Здравствуйте. И учитель английского языка в Иллюзьской гимназии имени Кондакова, также обладатель знака Надежды Якутии Максим Иванович Воронов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну что же, мы начинаем наш разговор. Первый вопрос я хотела бы адресовать Галине Ивановне. Я знаю, что традиция проводить конкурс Учитель года Республики Саха-Якутия в этом году отмечает свое 30-летие. Это юбилейный год. И ваш институт является региональным оператором этого конкурса. И считается, что это самый престижный конкурс для учителей. Вот какие цели, задачи ли ставились организаторами этого конкурса? Что показало время и вообще оправдались ли эти ожидания? Да, действительно, наш конкурс является очень престижным профессиональным конкурсом. Как вы отметили, действительно, мы в этом году отмечаем 30 лет со дня основания данного профессионального конкурса. В 1990 году впервые этот конкурс был проведен у нас в республике. Ну, вот цели и задачи этого конкурса сами за себя говорят. Профессиональный конкурс – это вот появление самых таких креативных, творческо работающих. Причем, действительно, у нас и по всей республике, и по всей стране очень много творческо работающих учителей. Но этот конкурс выявляет именно часть креативности, творческого подхода, нестандартного подхода. Поэтому вот этот конкурс именно выявляет тех учителей, которые нестандартно, по-своему, творчески, инновационно подходят к своей профессии. Вот, поэтому этот конкурс 30 лет идет по всей России. Вот, как я сказала, первый конкурс тогда в Советском Союзе был проведен в 1990 году. И нашу республику представляла представитель города тоже Нерингюри, учитель химии Эльвира Козлова, учитель химии. И она вот тогда вот на уровне всесоюзного, всесоюзного уровня представляла нашу республику. Вот после нее и наши учителя, конечно, начиная вот с 90-го года, победители наших, наши вот абсолютные победители нашего конкурса всегда представляют нашу республику. В 1992 году этот конкурс был реорганизован на российский. И с тех пор вот мы говорим, что у нас и на уровне России, и в нашей республике 30 лет проходит такой престижный конкурс. И мы это замечаем, что из года в год количество наших участников, качество проведения улучшается, совершенствуется. Конечно, там и меняются подходы и так далее. Давайте обратимся к истории, вспомним самый первый конкурс, да? Как вот он тогда проходил? Ну, первый конкурс вот проходил тогда, конечно, это было совсем новым конкурсом для не только нашей республики, и для всего Советского Союза. И вот тогда, 90-е годы, это те годы, когда это был как раз прорыв нашей системы образования. И это были появления инновационных школ, появление тех учителей, которые работали абсолютно по своей инновационной авторской методике. Вот в это время, конечно, искать, и уже было действительно время, когда надо было провести такие нестандартные конкурсы. Вот, поэтому здесь было, конечно, заявлено, ну и как новый конкурс он был, конечно, очень такой, ну, скажем, и некоторым участникам и опытным учителям участвовать было все-таки иногда. Ну, и немножко сложновато и так далее. Ну, что за конкурс? Ну, вместе с тем, это был очень хорошо проведенный первый конкурс, на котором вот поведела учительница химии из города Нерлингри, как говорила я выше. Вот. Ну, и сегодня я вообще из города Нерлингри представляют очень хорошие, лучшие учителя. И сегодня тоже вот в нашей студии Ирина Владимировна тоже представитель из города Нерлингри. Хорошо. Мы, конечно же, обратим внимание на этот факт и поговорим обязательно с участником нашей передачи из города Нерлингри. Ну, вот вы говорили о том, что победитель нашего республиканского конкурса представлял Якутию уже вот на российском, да, уровне. Вообще, каких результатов удалось достичь нашим участникам? Да, действительно, вот я тоже вот сказала, здесь участвовали именно учителя, которые искали себя и у которых свои были авторские технологии, методики. Тогда, конечно, мы в 90-е годы работали-то всегда в какой-то рамочной системе, а вот в 90-е годы, начало 90-х годов, это уже были люди, у которых были свои авторские методики, они уже показывали уже на всем, ну, у нас на уровне республики, на уровне России свою методику. И они имели право уже заявлять, что у них своя инновационная технология. И поэтому, да, наша республика, конечно, показала свои лучшие такие методики, методику, технологию, методику преподавания на российском уровне. И в 93-м году наш учитель физики из Черопчинского улоса, из Черопчинской спортивной школы, которая известна тоже по всей нашей России, Гаврил Михайлович Яковлев, занял тоже вот, стал победителем всероссийского конкурса. Как здорово! Да, да. И получил грант президента Российской Федерации, вошел в пятерку лучших учителей России. Ну, и действительно, наша Якутия должна гордиться такими людьми, мы должны говорить о них. Ну, и в 95-м году тоже наш учитель, учитель Верхоянского улоса, учитель трудового учения, Иумшанов Мир Афанасьевич, он тоже стал победителем российского уровня и вошел в пятерку лучших учителей России. Ну, это были очень такие знаковые личности учителя, и, конечно, до сих пор, вот, когда мы бываем на конкурсе российского уровня, всегда до сих пор вспоминают эти имена, вот, члены жюри российского конкурса. Ну, и в 2000-м году Федерации Матвеевна Лиханова, которая учитель эвентгельского языка, опять в городе Нерингере, она заняла тоже, стала победителем российского уровня и вошла в пятерку лучших учителей России. Вот эти учителя, о них, вот, я вот еще раз напомню, через них у нас очень хорошее сотрудничество и с членами большого жюри, предметных жюри российского уровня. Галина Ивановна, я знаю, что вы являлись, кстати, членом российского конкурса. Как тогда работала из жюри? С известными людьми вам приходилось судить выступления наших учителей? Ну да, я имела такую честь, представлять республику на всероссийском конкурсе, как член большого жюри, как член предметного жюри. И поэтому, вот, ну, я с гордостью могу сказать, что все вот те мероприятия, которые мы проводим в рамках конкурса, они действительно абсолютно, ну, идентичны, можно сказать, ну, точно так же, с большим размахом мы проводим, что и на российском конкурсе. Ну, конечно, члены российского конкурса – это знаковые люди, это все учителя, народные учителя России, это и молодые учителя, которые инноваторы точно, и они являются абсолютными победителями российского конкурса, да. И поэтому, ну, большой жюри, например, председателем является садовничий ректор Московского государственного университета. Ну, бессменный он, председатель, очень просто. Вот это подведение итогов тоже проходит, в общем, на высоком методическом профессиональном уровне. Конечно, многому мы учимся, и то, что наши коллеги тоже становятся членами предметных жюри и так далее, это вот помогает тому, чтобы российский, наш республиканский конкурс стал более престижным и более привлекательным. Галина Ивановна, кто в этом году среди членов жюри нашего республиканского конкурса, и традиционным стало то, что обычно мы ждем гостей, победителей российских конкурсов? Кто приехал в этом году? Да, вот у нас стало, с 2010 года стало доброй традицией приглашать на наш конкурс, республиканский конкурс абсолютных победителей российского уровня. И вот из года в год постоянно они приезжают, все вот эти абсолютные победители. И оно не только стало доброй традицией приезжать на наш конкурс и стать членами нашего конкурса, да, но и все вот эти общественные организации, педагогическое сообщество, образовательные организации, они тоже вот видят, что насколько это вот полезно, и вообще вот как они вот показывают мастер-классы, уроки и так далее. Ну, действительно, это же очень полезно для учителей, и поэтому они приглашают в свои образовательные организации этих же учителей. То есть у нас не только вот на наших конкурсах, да, но и мы стали вот, дали такую тенденцию, да, чтобы эти наши абсолютные победители приезжали на все мероприятия республиканского уровня нашей республики. Поэтому республику очень хорошо знают. Ну, это, конечно, очень здорово влияет на уровень преподавания наших учителей. Они видят, вот сегодня, например, ну, на нашем конкурсе, что получается, в связи вот с определенной ситуацией, в этом году, конечно, они очень не смогли приехать, но они все участвуют в дистанционном формате, и сегодня вот сейчас как раз будут проводить мастер-классы сегодня же, вот после обеда на базе нашего института. Поэтому наши конкурсанты все увидят, посмотрят, и не только конкурсанты, но и те, которые приехали с ними. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2021 Республики Саха-Якутия». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о профессии учителя, о проходящем конкурсе педагогического мастерства «Учитель года Республики Саха-Якутия-2021», а также о том, как можно привлечь школьников к обучению. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале «НВК Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а я напомню, что сегодня гости нашей студии – это первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации работников образования Республики, доктор педагогических наук, советник министра образования Республики Галина Ивановна Алексеева, а также участники конкурса текущего года, его лауреаты. Учитель математики гимназии номер один города Нерингри имени Каримовой, обладатель нагрудного знака «Надежды Якутии» Ирина Владимировна Гончарова и учитель английского языка Вилюйской гимназии имени Кондакова, также обладатель знака «Надежды Якутии» Максим Иванович Воронов. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Галина Ивановна, кто еще входит в жюри конкурса? Ну, постоянно, вот каждый год, действительно, членами конкурса являются наши, во-первых, учителя, те учителя, которые показывают лучшие результаты, то есть учителя практики из школ, из образовательных организаций. Сюда входят представители Министерства образования, входят представители кафедр нашего Института развития образования, входят представители Северо-Восточного федерального университета. Членами жюри конкурса обязательным порядком является родительское жюри. То есть вот это члены родительского жюри, которые постоянно последние пять лет являются активными членами нашего жюри. И они вот действительно независимо определяют лучшего учителя данного конкурса. Ну и самое главное, я считаю, что здесь участвуют, являются полноценными членами жюри, это ученическое жюри, которое тоже очень активное участие принимает, и они всегда выступают в качестве экспертов наши учащиеся. Труд учителя действительно это большая ответственная задача, которая требует большой отдачи знаний, умений и навыков. В руках педагога не только умы, но и души наших детей. Вопрос к следующим нашим участникам, лауреатам конкурса. Каким был путь в педагогику для каждого из вас? Это был осознанный выбор профессии или нет? Расскажите, пожалуйста. Начнем с Ирины. Ну, я не буду лукавить. Участь в школе я никогда не задумывалась о том, что я буду учителем. Ну, это, наверное, веяние того времени. Я обучалась в 90-е годы, и каждый хотел тогда быть, ну, наверное, каким-то офисным работником, да. Ну, и, конечно, я понимала, что математические знания тут будут в приоритете. Ну, поступив в Якутский государственный университет, там как раз было разделение математического отделения на два, экономическое и педагогическое направления. Ну, мы, конечно, все учились в педагогическом вузе, и по окончании, да, наверное, мечта этой девочки сбылась, она пошла работать в один из престижных офисов нашего города. Это городообразующее предприятие Якутуголь, красивый офис, да, деловая одежда. Но со временем это начало душить. Работа очень однообразная постоянно. Ну, то есть те ожидания, которые, мечты, да, представления об этой профессии, они, наверное, не сбылись. Я всегда была ребенком очень активным и в студенчестве, и мне не хватало этой жизни. Ну, и узнав о том, что в гимназию требуется учитель, Сергей Иванович Блинков пригласил меня на собеседование. Ну, и первым делом так строго спросил Ирина Владимировна, а вы знаете математику? Ну, конечно, меня этот вопрос возмутил, да. Конечно, знаю, да, амбиции. А преподавать сможете? А с классным руководством справитесь? Ну, я уверенно сказала да. Ну, на тот момент, конечно, я, наверное, не подозревала, что меня ожидает. И погрузившись во всю эту среду, ну, я начала дышать, я начала учиться заново. То есть сейчас мой процесс самообразования, самообучения, он не останавливается. Я могу сказать, что вот как я пришла работать в школу, у меня мой возраст, он остановился. Я могу даже пример привести, мои выпускники классного руководства с 5 по 11 класс. То есть они даже не заметили, да, как мы выросли с ними вместе, и они, ну, даже не представляли, сколько мне уже, как бы, возраст мой. То есть они считали, что у меня гораздо меньше, чем на самом деле есть. И я ощущаю себя так. То есть дети, они стимулируют нас к этой... Быть молодыми. Быть молодыми, да. Не ощущать своего возраста. Быть активными. Сколько лет у вас педагогический стаж? 10 лет. 10 лет. Хорошо. Максим, вот как вы пришли к своей профессии? Ну, если честно, это очень такая увлекательная и долгая история, наверное. Мы будем сегодня краткими. Ну, всё началось с того, что вот в городе Вилюйске, где я живу, в те годы только открылось отделение английского языка в Вилюйском педагогическом колледже, который у нас вот есть. И я вот решил, почему бы не попробовать себя поступить в педагогический колледж отделения английского языка. Тем более, что английский язык я вот люблю изучать. Ну, попробовал, поступил, закончил. Дальше после колледжа заочно поступил тогда в Сахар государственную педакадемию. У нас колледж вот имел договор сотрудничества с педакадемией. И вот с педакадемией приходили на выпускной экзамен и отбирали вот потенциальных будущих своих студентов, можно так сказать. Получается, выпускной экзамен у нас был как бы вступительным экзаменом в академию. И заочно я поступил вот в эту академию, в 2010 году её закончил. И вот, ну, получается, в 2007 году я закончил колледж. Меня взяли на работу в нашем городе в гимназию. Я закончил красным дипломом колледж. И это стало отличным подспорьем для работы в гимназии. Ну и в 2010 году вот заочно закончил академию. И после этого продолжаю работать в моей родной школе, в еврейской гимназии. Ваш педстаж? Сейчас у меня идёт 2014 год. Хорошо. Главным вызовом прошлого учебного года для учителей стал переход на дистанционное образование. Приходилось ли вам раньше преподавать в формате онлайн? И как прошёл этот год для вас? Пожалуйста, Ирина. Раньше преподавать в таком формате не приходилось. Но я могу отметить для себя, как для педагога, и плюсы того, что мы перешли. Потому что это заставило нас трансформироваться. Мы обучались постоянно различные платформы для себя, что-то новое открывали, новые формы, новые методы. Потому что такой формат очень тяжёлый и для детей, и для учителей. Здесь надо было зацепить детей и действительно научить их учиться. Как при помощи нас, так и самостоятельно. Потому как мы знаем, что здоровье сбережения у нас идёт, выходит на первый план. Поэтому дети за компьютером не должны проводить больше определённого времени, которое им необходимо. Поэтому, учитывая все эти факторы, нам необходимо было выстраивать свои занятия, чтобы они были как можно продуктивнее для детей. Ну и, конечно, интересными для них, полезными. Максим, как вы выдержали это испытание? Да, вот это по-настоящему стало вызовом. Настоящим испытанием было очень сложно, я признаю. Как и для учащихся, как и для детей, так и для нас самих, для учителей, вообще для всей общественности, наверное. И для родителей, да. Вот у нас, например, в городе спешно начали решать проблемы обеспечения учащихся интернетом, учителей интернетом, необходимым оборудованием, технологией. Ну, этот год, он как бы стал таким первым. Ну, вы видите плюсы какие-то определённые, нет? Да, конечно, есть свои плюсы, так же, как и есть свои минусы, конечно. Но, опираясь на эти плюсы, наверное, надо нам дальше выстраивать свою работу. Ну, я думаю, у дистанционного обучения, конечно, есть свои перспективы и очень большие. Ну, давайте теперь непосредственно перейдём к самому конкурсу. В первый день, насколько я знаю, вы должны были представить свою визитку, да? Какая задача перед вами стояла и как вы справились? Опять-таки обратимся к Ирине в первой. Так, ну, в первый день нам было необходимо представить свой опыт, да, такой формат, методическая мастерская. То есть мы должны были представить те технологии, те формы, которые мы применяем на своих уроках, да, какую-то новизну, то есть что мы привнесли, а не просто скопировать чей-то опыт. Ну, и показать, как мы это применяем на практике уже на уроке непосредственно. Ну, и по результатам вот этих первых двух испытаний у нас и, так скажем, отобрали 15 лауреатов для дальнейших испытаний. Как для вас прошло это испытание? Признаюсь, это, конечно, сложно. Ну, тут, наверное, надо начинать с визитки. Вот ваш вопрос был про визитку, да, именно. Нас разделили участников, вот 26 участников у нас было, разделили на 4 группы заранее. И в группах нам дали задание на определенную тематику. В нашей группе тематика была 30-летие, юбилейный год, да, конкурса «Учитель года». И мы должны были представить свою визитку, которая раскрывала эту тему. Ну, само задание нам очень понравилось, потому что в группе мы очень, вот, все участники просто замечательные люди. И в первой группе, вот, не исключение, мы заранее обговаривали какие-то моменты, работали в команде. Это очень нас платило, вот, по итогам вот первого тура конкурса мы, которые вот в первой группе находились, мы стали вот настоящими друзьями, можно даже сказать, очень сдружились, очень сблизились. И это, конечно, очень поднимает настроение, очень мотивирует на дальнейшее вот участие в конкурсе. Вообще цель конкурса, цель участия конкурса, это именно взаимодействие со своими коллегами, да. Я думаю, что оно у вас сложилось. Хорошо, об этом мы расскажем уже в третьей части нашей передачи, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о конкурсе «Учитель года 2021 Республики Саха-Якутия». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о профессии учителя, о проходящем конкурсе педагогического мастерства «Учитель года 2021 Республики Саха-Якутия», а также о том, как можно привлечь школьников к обучению. Напоминаем, что наша программа выходит в телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Позвоните вы можете к нам в студию по телефону 320066-321166. Калина Ивановна, вот почему конкурс традиционно начинается с визитки? Это вот определенный ход или что? Да, действительно, вот сегодня отметили визитную карточку. Ну, в принципе, визитная карточка, она участника не входит в критерии оценивания конкурса. Ну, а мы это ввели для того, чтобы действительно ближе узнать наших конкурсантов. Поэтому у нас всегда вот конкурс начинается с визитной карточки каждого участника. И как вот Максим очень правильно отметил, вот здесь они друг друга узнают, исплачиваются, и у них появляется свой коллектив, свое ядро. Мы уже сейчас, и вот когда они представляют свои вот такие, менее какие-то свои цены, то мы уже узнаем, кто чем дышит, кто как настроен к конкурсу. Ну, и они уже здесь раскрываются полностью. Это же не уроки, это и не педагогическая мастерская. Ну, и потом мы уже ближе узнаем наших конкурсантов на деле, когда они уже приступают к строгим критериальным оценкам конкурса. Ну что же, я хотела бы для наших участников сделать небольшой экспресс-опрос, просьба отвечать на вопросы быстро и емко. Итак, поехали. Ученики-хулиганы были во все времена. Вот как справляетесь с такими детьми? Ну, находим индивидуальный подход к каждому. Здесь нет определенного рецепта успеха. Хорошо, Максим. Тут, наверное, надо отметить взаимодействие и родителя, и школы. Во-первых, да, это комплексная работа и родителей, и школы. Только в тандеме можно решить этот вопрос. Хорошо. Кому из учителей вы поставили бы памятник? Ну, для меня эталоном является математик Алексеев. Ему уже поставлены, да, памятники. Ну, я бы еще в нашем районе поставила. Хорошо. Тоже, конечно, Михаил Андреевич Алексееву. Да. Ну, хотелось бы, конечно, своим учителям, но рано еще. Хорошо. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы такой вопрос и пожелание сказать. Народе говорят, хлеб всему голова. Ну, сегодня мы детей учим. Грамоте, физика, математика, язык и так далее. А вот как хлеб выращивать? Как животного сам заниматься? Поменение воздуха, охрана лесов, лугами, чтобы вода у нас была в лесах. Вот как нашу педагогику и нашу жизнь, ну, семейную. Я, как старик 84 года, Иронов Малентин Павлович, горло, легко сказать. Как вот нам перестроится воспитание наших детей, готовность выращивать хлеб, выращивать огурцы, помидоры. Хорошо, спасибо за вопрос, мы вас поняли. Ну, наверное, давайте адресуем вопрос Галине Ивановне, как самому опытному педагогу. Ну, я начну. Валентин Павлович, да? Да, действительно, вы очень правильный вопрос задаете, и вот как раз наши конкурсанты, вот, и вчера, вот, когда они показывали свои мастер-классы, и когда свои технологии показывают, вот как раз у нас сейчас назрело время, когда мы действительно должны давать такие уроки, чтобы знания, которые они получили в стенах школы, они применялись именно на практике. И вот вчера тоже вот такой наглядный пример, действительно, полагаясь, как можно, используя свою методику, вот, выращивать что-то, что-то, ну, свои знания, полученные применять в жизни. То есть у нас сейчас такие технологии, учителя такие, что они не только ограничиваются передачей знаний, они как раз вот в стенах школы придумывают такие технологии, разрабатывают такие методики, чтобы связь предмета, она была межпредметная связь, метапредметная связь. Ну, и действительно, мы сейчас учим детей, чтобы полученные знания не применялись на практике. Добавят, наверное, учителя еще. Да, пожалуйста, молодые педагоги, что думают. Марина Ивановна так емко сказала, что даже и добавить нечего, действительно. Хорошо. Ну что же, мы продолжаем наш экспресс-опрос, да. Каким должен быть учитель будущего, на ваш взгляд? Коротко и емко. Коротко и емко. Профессионалом он должен быть. Он должен быть креативным, творческим, потому что формировать все эти компетенции у подрастающего поколения может только человек, обладающий всеми этими навыками. Я считаю, что вот пандемия показала, что в будущем учитель должен быть технологически подкован. Плюс ко всему, что вот сказали ранее, технологически подкован, я думаю. Наступает, мне кажется, новая эра и как в педагогии, и во всех сферах общественной жизни. Да, сейчас научно-техническая эволюция сильно, она разбивается, да. И поэтому мы должны не отставать, педагогики не должны отставать. И как правильно отметили наши учителя, вот сейчас, когда мы говорим уже о разработке интеллекта, искусственного интеллекта, да, когда все это возможно заменить некоторые процессы именно искусственным интеллектом, то, естественно, здесь педагогика должна идти впереди, как всегда, впереди всего развития. Поэтому здесь перестройка очень должна быть глобальной. Поэтому мы стараемся, вот эти конкурсы подводят к тому, чтобы мы и ищем таких учителей, и методики таких учителей мы хотим распространять, масштабировать на уровень республики, на уровень России. А есть ли у вас свой идеал ученика? Нет. Дети не шаблонны. Максим? Прежде всего, мне кажется, ученик должен быть мотивирован. И над этим вопросом тоже очень большое внимание, много усилий надо приложить, чтобы ученик был мотивирован, прежде всего. Кому виднее, кем должен стать ребенок? Ему самому или родителю? Ну, вот здесь должна быть, наверное, так скажем, уже тандем. Потому как ребенок выбирает, а родители направляют. Ну и школа, естественно, в этом тоже играет не последнюю роль. Да, конечно. В первую очередь ребенок должен определиться, каким он должен быть. Ну и тут, конечно, наверное, затрагивается вопрос собственного примера, как учителя, так и родителя. Хорошо. Что для вас педагогический успех? Для меня педагогический успех — это, прежде всего, наверное, успех именно моих учеников. Осознанность того, что действительно школа и, ну, так скажем, в узком смысле, да, я помогла им в становлении их будущим. Я сейчас говорю не о предметных знаниях, а именно о социализации личности. Абсолютно согласен с Ириной. Такое уже мнение. Может ли школьник чему-то научить учителя? Если да, то чему, например? Ну, на самом деле, мы все учимся у наших учеников. Например, я далеко ходить не буду. Те методики, которые я демонстрировала на своих уроках, это я все переняла у своих учеников. И научили они этому меня. И мотивировали на это. Да, конечно. В школе мы все учимся друг у друга, как и ученики учителей, и учителя, и как учеников. Ну, для меня, прежде всего, это доверие между ребенком и учителем. Друг у друга учимся доверию, можно так сказать. Ну, и завершающий экспресс вопрос. Для чего вы шли на конкурс? Для саморазвития, для... Ну, знаете, я тем самым мотивирую даже своих учеников. Они, чувствуя какую-то гордость за своего учителя, начинают тоже стремиться, развиваться и поддерживают всячески. То есть, ну, для меня это очень важно. То же самое. Саморазвитие. У меня вот девиз по жизни всегда «Век живи, век учись». И я пришел сюда учиться, прежде всего. Хорошо. Галина Ивановна, насколько я знаю, борьба среди учителей за звание лучшего проходит очень напряженно, да. Мы узнали сперва имена лауреатов, потом имена призеров, да, это уже пять человек. И до последнего момента, насколько я знаю, неясно, да, кто станет сильнейшим. Интрига сохраняется буквально до последнего момента. Вот для чего это делается? Почему именно так? Вот это самое главное, что действительно, когда они, они же все равные. Поэтому это конкурс среди равных. Сегодня может быть лучше один, ну, завтра второй уже появляется. И когда мы вчера вот выявляли пятерку лучших, ну, это вот независимая оценка, я же говорила, и учителя, и родители, и дети участвуют. И мы видим, что выходят те, которые, ну, вот, интегрированные такой сумме получают большое количество, да. А сегодня, опять же, завершающий этап получается. Сейчас они поедут участвовать на пресс-конференцию, где будут все представители средств массовой информации. Должен проводить министр, но сейчас, к сожалению, он улетел в командировку, он председатель большого жилья, да, но все равно он участвует. Он будет задавать вопросы из города верного участникам, да. Ну, и выйдет тот, который выдержит этот завершающий этап нашего конкурса. Интрига всегда сохраняется, и только победитель, имя победителя будет названо «Изуз министра» на закрытии в 16 часов 00. У нас буквально 30 секунд. Ваши пожелания участникам? Ну, я бы хотела сказать, конкурс с конкурсом. Действительно, у них есть очень хорошее для конкурсантов такое пожелание, что это жизнь до конкурса и жизнь после конкурса. Ну, и совсем другие сейчас сидят наши участники, что Ирина, что Максим. Я бы желала, чтобы всегда была гармония в отношениях с их детьми. Хорошо, дорогие друзья. Сегодня мы говорили о республиканском конкурсе «Учитель года 2021 Республики Саха и Кузя». Пожелаем удачи его участникам. Всего вам самого доброго и до свидания. Хорошо, спасибо.